Сегодня мы сделаем обзор продуктов из системы акриловых красок Golden. Начнем с четырех линий красок. Open Acrylics – это краски с уникальной рецептурой. Они медленно высыхают и немного мягче, чем Heavy Body Acrylics. Медленное высыхание идеально подходит для техник, аналогичных работе с маслом. Кроме того, краски Open Acrylics очень хороши для печатных техник. Heavy Body Acrylics – это флагман продукции Golden, который предоставляет широкий ассортимент чистых пигментов в стопроцентной акриловой эмульсии с мягкой, густой, маслянистой консистенцией. Они характеризуются отличной долговечностью и светостойкостью. Не содержат каких-либо наполнителей, разбавителей, тонеров или красителей. Универсальная краска Fluid Acrylics имеет такую же консистенцию пигмента, как у Heavy Body Acrylics, но обладает высокой текучестью. Отлично подходит для заливок, работы кистью, распыления и других техник. Обратите внимание, что краска стекает по листу, но не очень быстро. Fluid Acrylics хорош для добавления цвета медиумам, грунтам и основам. Консистенция High Flow Acrylics подходит для множества различных техник живописи, включая окрашивание, каллиграфию, рисование тонкими линиями и смешанные техники. Эти краски хорошо работают с разнообразными инструментами – от заправляемых маркеров и перьев до аэрографов. Цвета прекрасно подходят друг к другу в пределах своей линейки и легко могут быть смешаны с красками из других линеек. Перед тем, как мы двинемся дальше, обратите внимание, что тонкие слои Heavy Body уже высохли или практически высохли, в то время как с Open Acrylics все еще можно работать, благодаря более длительному времени высыхания. Каждая линия красок включает также и редисцентную и интерферентную краски. Это не выцветающие, не тускнеющие, отливающие металлом краски, которые можно смешивать с обычными красками, чтобы получить мерцающие перламутровые эффекты. Сейчас мы посмотрим на некоторые медиумы гелии пасты, как они смешиваются с красками. Начнем с полимер медиум глосс, который по сути является непигментированной акриловой краской. Благодаря тому, что полимерный медиум имеет жидкую текучую консистенцию, он увеличивает мягкость и текучесть Heavy Body Acrylics. Чем больше медиума вы используете, тем выше прозрачность и блеск. Требуется совсем немного краски, чтобы получить чистый прозрачный цвет. Если добавить полимерный медиум к Fluid Acrylics, то он увеличивает прозрачность и блеск краски, но не изменяет ее свойства, потому что эти два продукта имеют почти одинаковую вязкость и плотность. Гели-медиумы дают много возможностей, чтобы разнообразить текстуры красок. Они доступны в различных консистенциях и степенях блеска. Soft Gel Gloss немного более текучий, чем краска Heavy Body и может использоваться для расширения возможностей краски, позволяя создавать великолепные лессировки. Пики и следы от инструментов для рисования по мере высыхания геля будут сглаживаться. Soft Gel Gloss может использоваться как клей для коллажей или смешанных техник. Heavy Matte Gel менее текучий, чем краска Heavy Body. Его можно смешивать с красками, чтобы увеличить их твердость и матовость. При работе этим медиумом могут оставаться неровности и следы инструментов, в отличие от Soft Gel. Моделирующая паста Light Molding Paste – это продукт, который при высыхании образует непрозрачную матовую основу. Ее легко смешивать с красками, она может держать четкие пики при создании высоко текстурированной поверхности. Благодаря легкому весу паста подходит для получения больших текстурированных поверхностей. Моделирующая паста имеет хорошую абсорбцию, поэтому ее используют в качестве основы. Гранулированный бисерный гель Glass Bit Gel – гель с настоящими стеклянными шариками. Создает менее абсорбирующую поверхность. Если наносить его тонким слоем, стеклянные бисерные шарики будут отражать свет. И это только несколько примеров из множества гелей и паст, которые можно применять как по отдельности, так и смешивать с красками, чтобы модифицировать их текстуру и блеск. С помощью гелей, медиумов и паст можно также создать отличную поверхность для картины. Возьмем две сухие доски, одна из которых покрыта моделирующей пастой, а другая пастой с эффектом бумаги ручной работы – Fiber Paste. Мы намочим половину каждой доски и покажем, как краски Golden High Flow и Golden Fluid по-разному ведут себя на этих поверхностях. High Flow Acryl благодаря своей высокой пигментации создает яркие, растекающиеся пятна. Обратите внимание, кремовая консистенция Fluid Acryl ведет себя по-другому на влажной поверхности по сравнению с растекающимися красками High Flow. Выбор между High Flow или Fluid Acrylix зависит от того, какие эффекты вы хотите получить. High Flow Acrylix создает красивые растекания, которые, однако, сложнее контролировать, чем при использовании Fluid Acrylix. На сухой поверхности и High Flow и Fluid Acrylix контролируются примерно одинаково, но изображение получается более расплывчатым при использовании краски High Flow, чем при использовании Fluid Acrylix. То есть они ведут себя по-разному на разных поверхностях. Даже после нанесения High Flow продолжает течь. В заключении давайте поближе взглянем на продукт, который уникален для Golden. Акриловые краски Open Slow Drying, медленно сохнущий акрил. Краски Open Slow Drying уникальны тем, что остаются сырыми долгое время без образования пленки, что делает их отличным выбором для печатных техник. Распределим моделирующую пасту, чтобы сделать ровную гладкую поверхность с низкой абсорбцией, которая хорошо работает как печатная форма, а также как поверхность для техники процарапывания. Выдавим немного Open Acrylix на высохшую моделирующую пасту и равномерно размножим. Используя любой подходящий инструмент, сделаем рисунок в технике с граффиту. Потом возьмем лист бумаги, крепко прижмем его к поверхности и аккуратно прогладим. Снимем лист бумаги, чтобы увидеть отпечаток. Разнообразие ассортимента Golden Acrylix позволяет вам использовать огромное множество различных техник и художественных приемов для самовыражения и творчества. Служба поддержки передвижника готова ответить на ваши вопросы по данному материалу.